Впервые в Москве одна из самых обсуждаемых постановок года «Вишнёвый сад» Льва Додина. Спектакль Малого Драматического Театра номинирован на семь золотых масок. Чтобы увидеть его, москвичи с марта ездили в Петербург. Ближайшие три дня «Вишнёвый сад» на сцене МХТ имени Чехова в рамках фестиваля «Сезон Станиславского». Только не надо сравнивать два моих «Вишнёвых сада», предупреждает Лев Додин. Этот совсем другой, не театральный. Любимый бильярдный стол Гаева в проходе. Стремянка, перепачканная краской в десятом ряду. Будто зритель. Старинный шкаф с книгами и газетами. Так любимый Раневской. Каждый, кто заходит в зал, автоматически становится гостем имения Раневской и Гаева. Дело не только в том, что здесь почти вся мебель чеховского времени. Действие со сцены перенесено в портер. Здесь даже зрительские места – это часть декорации. Они обтянуты в льняную ткань. Такого в «Вишнёвого сада» зрители ещё не видели. Крупным планом артисты смотрят не сквозь, а глаза в глаза. Играют на доверии. Чем короче дистанция, тем ближе к жизни, говорит Лев Додин. Актёры репетировали на натуре. Вишнёвый сад Лев Абрамович искал по всему миру. Нашёл в Германии под Гамбургом. Вековой. Кстати, под охраной ЮНЕСКО. Правда, вишня долго не цвела. Три раза сдавали билеты. Меняли графики. Но не намерение. Показать сад во всей красе. Буш мой! Восхух! Фильм о былой жизни крутит купец Лопахин. В него перевоплотился Данила Козловский. Эдакий герой нашего времени. Менеджер в дорогом костюме. Вот на кадрах прошлая счастливая жизнь. А вот действительность. Вместо сада расцвёл бизнес-план. Продать вместе с садом ностальгии по прошлому. Ради гарантии на будущее. Раневской такое предложение кажется безумным. Со своей героиней согласна и Ксения Рапопорт. Я ей завидую. Потому что у неё, мне кажется, есть невероятная свобода человеческая. Очень редкая на сегодняшний день. И, возможно, та, которую нельзя воспитать, а она врождённая. Поколение, с которым можно решать задачи, говорит про актёров режиссёр. Вот и Варя. Некроткая барышня. Скорее решительная и принципиальная. Такую её увидела Елизавета Боярская. Варе досталась далеко не простая судьба. Когда мать уехала 4 года назад в Париж, после того, как погиб брат с водой. И вот на её плечи взвалилась забота о доме. И она после всего занимается тем, что барышня не всегда обязана делать. Сыграть Лопахина в 29 лет – это большой аванс и подарок, говорит Данила Козловский. Своего Ермолая считает самым трагическим персонажем. И одна из его бед – любовь к Варе, которая была так возможна. Не может Лопахина потом просыпаться и каждое утро видеть эти глаза Варе, эти глаза семей Раневских. Это уже второй вишнёвый сад Льва Додина. Первый был 20 лет назад. Тогда ставил про личные трагедии. Сейчас ещё и про другое. За годами начинаешь понимать, что победивших на самом деле нет. Что в общем в результате люди друг с другом борются. А потом их что-то и тех, и других сметает. И каждый услышит звук лопнувшей струны. По версии Додина – пронзительный вой сирены. Виктория Самойлова, Сергей Комаров, Вести.